Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, радостнейшее. Ниссанское утро. Ниссанское. Наверное, сейчас месяц Ниссан, первый месяц года. Вообще и машина Ниссан, значит, надо ездить на Ниссанах. Я вот сегодня подумал, в честь месяца Ниссан, чтобы весь год был Ниссан. Значит, сегодня у нас урок в Лейлу Нишама для поднятия души. Моши Бенпинхас Кокуашвили. Это отец одного из наших спонсоров, который поддерживает все, что мы делаем. Это очень важно, потому что когда есть поддержка, то все получается. Вот Кокуашвили, Моши Бенпинхас. Теперь, значит, и он сейчас, конечно, там на небе получает большую, большую силу, потому что прямо идет, это знаете, вот прям реально. Раньше было непонятно, например, как это все работает, да? А сейчас, когда криптовалюты, когда вот эти все блокчейны, когда квантовый компьютер, вот скоро вообще прям реально он скоро появляется. Понятно, как физическая энергия, интеллектуальная энергия переходит в духовную энергию. Это очень понятно. Очень понятно. И понятно, как человек, который проживет своих здесь 70-80 лет, как потом он переходит в свою метавселенную, да, которую он себе создал. И перейдя в свою вот эту метавселенную, он там дальше существует. Как мы сейчас уже прям в физическом мире, переходят разные объекты в мир виртуальный. Также перейдут некоторые объекты в мир духовный. А некоторые не перейдут. Вот это вот как раз, об этом мы и волнуемся очень сильно, да. Это должен человек волноваться о том, чтобы перейти в следующий уровень игры, и чтобы в следующем уровне быть там в хорошем состоянии. Как здесь мы волнуемся, чтобы там кто-то волнуется, чтобы порядок был, чтобы красиво было, чтобы деньги были, чтобы здоровье было. А надо волноваться еще и о своей душе, о вечной жизни своей. Значит, сегодня 25-я Ниссана, и 26-го, 26-го апреля. Здесь начинается книга, сегодня 10-й день омера, да. То есть мы считаем 49 дней, 49 дней мы считаем от выхода из Египта до дарования Торы. 49 дней, сегодня 10-й день, вышли мы из Египта, из ограничений на духовную, такую новую свободу. И значит, говорит нам Любачий Терембе в книге «Айом-йом». Он говорит такую вещь. «Служение каждого человека должно соответствовать его сущности и характеру. Тот, кто способен гранить и шлифовать драгоценные камни, но занимается выпечкой хлеба». Написано, что очевиден смысл этой аллегории в сфере служения, но мне не очевиден. Понятно, что разное, да, у каждого человека есть свои какие-то особенности, мы сейчас поговорим о них. Значит, если человек, который должен быть гранильщиком алмазов, печет хлеб, то его служение, оно важное само по себе, да, печь хлеб важно, без хлеба невозможно. Но этому человеку, но этому человеку оно будет засчитано в вину, представляете? Вот это да. Вот Давид Кост, например, в Ницце, значит, он должен в Ницце распространять божественный свет, да? А кто-то в другом месте должен распространять божественный свет. И если тот, кто в другом месте должен, оставляет свое место и едет в Ниццу, а там уже, а там его никто не знает, он французского не знает, то он, получается, он свою не выполняет функцию, и это ему может быть засчитано в вину. Какие у нас есть варианты служения? Давайте подумаем. Вспомним, вспомним Пертьявод. Пертьявод сказал нам Шимона Цадик, был такой, он был из последних мужей Великого Собрания. Он сказал, на трех вещах, на трех основах стоит мир. На Торе, на служении и на добрых делах. То есть, есть три, как бы, таких базовых, основных, основных основы в служении Всевышнему, и за счет этого существует мир. Потому что человек, который выполняет свою работу, и мир, который выполняет свою работу, мир существует, если не выполняет, не существует. Значит, Тора. Кто-то должен изучать Тору, и в изучении Тора есть изучение, а есть преподавание. Я, например, люблю преподавать, умею преподавать, учусь преподавать. Мне нравится изучать и рассказывать. Все, я думаю, что я нашел свое место как раз, что это я должен делать. Но когда я, например, начинаю кому-то помогать физически, то это не очень хорошо у меня получается, скажу честно. Потому что, вот, например, мы вчера говорили о заповеди «Возлюби ближнего, как себя». И человек, который сам не заботится очень сильно о себе, он не может заботиться о других, он не понимает, как это. Ему кажется, что у всех все прекрасно, у всех все отлично. Потому что йог, который спит на гвоздях, он думает, что все вокруг, все вокруг кайфуют. Он говорит, слушайте, люди, вы не на гвоздях спите, у вас вообще полный кайф. Вы должны же быть, что, вам еще простыня нужна? Матрас вам нужен? Вы что, зачем? А принцесса на горошине, она страдает от горошины под сорока матрасами. Так, принцесса на горошине, она поймет, когда к ней кто-то в гости приедет, что ему нужно положить там два-три матраса, да? А йог не поймет, к нему кто-то приедет, он ему говорит, вот, смотри, на гвоздях я сплю, а ты на полу. Все, вот вся его забота о другом человеке. Понятная идея? То есть, теперь, что такое служение? Есть люди, которые умеют молиться, любят молиться, для которых молитва, это их просто постоянный разговор с Богом, да? И они молятся, благословляют, они все время как бы через молитву на контакте со Всевышним. А есть люди, которые не умеют молиться, и они, для них молитва это простая формальность, да? То есть, важно очень найти, это мы взяли три главных основы, но дальше в каждой основе есть 10, 20, 30 нюансов. И Всевышний так сделал, что у каждого есть к чему-то талант и склонность. И получается, что тот, кто способен гранить и шлифовать драгоценные камни, но занимается выпечкой хлеба, хотя выпечка хлеба важная вещь, но, значит, он, получается, будет ему засчитана в вину. Об этом сказал Шлома Амеллах Мишли, он сказал так, Амитропе бэмлахто, тот, кто ослабляется в своей работе, Аху лебаль машхид, он как брат тому, кто портит. То есть, получается, что, действительно, даже если человек, он выполняет хорошо, но чужую работу, а свою недовыполняет, да, то это неправильно. Все, теперь как найти свой путь, это здесь надо, опять же, изучать Тору, изучать Тору, разобраться, советоваться с людьми. Очень классно нам дали мудрецы прям глубочайшую, глубочайшую такую как основу, да, Марбе Эца Марбе Твуна, тот, кто много советуется, умножает, умножает Твуна, умножает понимание. И получается, что очень важно, когда вы можете найти раввина и с ним посоветоваться, и потом другого раввина, и с ним посоветоваться, и третьего, то они могут вам подсказать, что, что, какое служение именно ваше. Теперь дальше, пишет Рэбе, это не Рэбе, обретение неба на земле, это кто-то пишет, по, изучая Рэбе, он пишет его какие-то идеи. Значит, он пишет здесь так, что были люди, которые писали Рэбе о своем отчаянии. Таких людей было множество, Рэбе каждый день сотни писем он получал, и писал, прямо на письмах он писал ответы. То есть, у него была такая система, что он получает письмо, тогда не было имейлов, а были тогда вручную. Он получил письмо, почитал, он говорил там на пяти или на шести языках, и он прямо в письме дописывал какие-то ответы. И вот, значит, часто люди писали о своем отчаянии, потому что, чтобы человеку вообще написать Рэбе, ему нужно какой-то толчок. А в отчаянии, это как раз тот толчок, который тебя заставляет искать, искать какое-то решение. И он им писал, они получали примерно такой ответ, он каждому писал по-разному, но вот примерно был такой ответ. Отчаяние прямо противоположно тому, во что мы верим. Отчаяние, это отрицание реальности, отрицание того, что есть Бог, который управляет всеми своими созданиями, наблюдая за каждым и помогая каждому во всем, что ты должен совершить. То есть, получается, давайте постараемся понять ответ. Вот, например, лежит человек в больнице, не дай Бог, значит, он ему оторвало ногу. Каким-то образом, в аварию попал или еще что-то. И он в отчаянии, у него нет нади. И он в отчаянии пишет Рэбе. Рэбе, я в отчаянии, у меня нет нади. Что мне делать? Рэбе ему пишет ответ, да, примерно. Он ему пишет, отчаяние прямо противоположно тому, во что мы верим. Это отрицание реальности. То есть, ты пытаешься отрицать реальность. У тебя в данный момент нет надеи, это реальность, да, можно так перевести это. Отрицание, и ты отрицаешь, что есть Бог, который тебе с этого момента будет помогать в каждом твоем шаде. Просто спроси, что я могу сделать в этой ситуации? Что я могу сделать в этой ситуации? И, может быть, это как Ник Вучич, который вдохновил миллионы-миллионы людей, который написал четыре книги. Одна из них называется «Жизнь без границ». Может быть, это есть еще многие-многие истории, когда люди, попав в какую-то страшную ситуацию, они становились настолько сильными, настолько вдохновляющими других, что к ним все шли за поддержкой, за советом. И они стольким людям помогли, и столько получали от этого радости, и столько получали от этого счастья. Потому что человек, когда он помогает другим людям, то в этот момент он получает намного больше, чем получают эти люди. Потому что он получает радость, благодарность, он получает поддержку от Всевышнего, он сопереживает им. То есть, вот Ник Вучич нашел себя в этом. Рэббом отвечал, что сейчас Бог, он тебе в этой ситуации, он тебе открывает какой-то новый путь. Но отчаяние – это когда ты держишься за старый путь и говоришь, что кроме того пути ничего нет. И как же так? Что же такое происходит? Действительно, это ужасно, когда происходит у человека что-то в жизни плохое. Это ужасно, и оно происходит. Я помню, когда я приехал в Израиль, у меня несколько раз было. У меня просто много, в тот период, который был до Торы, у меня очень много было вот этих обнулений. Когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, когда тебе приходится попрощаться со всем, что у тебя есть. И могу сказать, что в итоге, в итоге я рад каждой этой ситуации. Я только сегодня думал, что у человека, если он все время смотрит назад, у него есть или сожаление, или какое-то чувство вины, или какое-то отчаяние. Если он смотрит вперед и боится, то у него тревога, страх и так далее. Но если он отбрасывает прошлое, его нет. Просто нет. Он говорит, все, спасибо за все. Прошлого нету. В прошлом было много чего хорошего. Много чего… Что значит хорошего? В прошлом я многое переживал, как хорошее. В прошлом я многое переживал, как нехорошее. В прошлом я испытывал какие-то эмоции, какие-то вещи и делал выборы. То есть человек все время делает какие-то выборы и думает, что все время делает хорошие выборы. То есть любой человек, когда он выбирает, ему кажется, что его выбор правильный и принесет ему хорошо. И вот человек своими выборами, когда он стремился сделать хорошо, получал то хорошо, то нехорошо, то хорошо, то нехорошо. В итоге прошлое закончилось, и сейчас есть настоящее, и есть потенциальное будущее, которое неизвестное, которое именно сегодняшними выборами мы окрашиваем в какие-то цвета, да, мы окрашиваем его там или в цвет надежды, или веры, или доверия Всевышнему и так далее. То есть это выбор, в который ты окрашиваешь свое будущее. Теперь, каким оно будет, не знаю, каким будет твое сегодняшнее, зависит от того, как ты сегодня относишься к своему будущему и к прошлому, как ты сегодня относишься к людям. То есть каждый себе в голове нарисовал какой-то набор историй, и его сегодняшнее конкретное состояние, эмоциональное, физическое, это следствие того набора историй, предположений, каких-то интерпретаций, убеждений, которыми он оперирует. И если человек в отчаянии, значит у него, он верит во что-то, что противоположно вере в Бога, потому что тот, у кого есть вера в Бога, у него не может быть отчаяния. Как сказал, как сказал Рабин Ахман, что он сказал так, что нет места для отчаяния, нету, просто нету, потому что если у тебя все заполнено верой, надеждой, любовью и какими-то и торой, возьмем мыслями торой, то есть если человеку его мысли не нравятся, пусть поменяют их на другие мысли, на какие прекрасные есть мысли вообще. Вот давайте сегодня недельная глава к душе, будьте святы. Значит открываем главу, глава и смотрим, 19-й пэрок, это как маленькая подглава. И вот значит написано так, Когда придете вы в землю и посадите каждое дерево для еды. О, можно же посадить деревья, это же так прекрасно, брат, садить деревья. И вы не можете есть их плоды, этих деревьев, три года, которые вы посадили. Веела хэм арэлим лоёхар. В общем и эти плоды необрезанные, необрезанные плоды, то есть три года нельзя есть дерево. Закон Орла. Почему нельзя? Очень странно. Очень странный закон Всевышний нам дал, такое прям постановление. Три года не ешьте от деревьев, которые посадили. Ну ладно, хорошо, смотрим, что дальше делать. Убэшана арэвид, а в четвертый год, Иелла хэм коль перьё кодыш илулим ля ашэм. Значит четвертый год, все его плоды будут святыми для прославления, для хвалы Богу. Не понял. Значит как это так? Все плоды четвертого года, они будут святые, восхвалением Богу, и что с ними делать? Оказывается, эти плоды четвертого года нужно принести в Иерусалим, чтобы прославлять и восхвалять небеса. Там их кушать и прославлять небеса. Как интересно. То есть обычно человек, земледелец, он снял уже, он все время в рутине, в рутине, в рутине. А тут нет. Посади ты, нужно понять, что все в этом мире прорастает долго. Да, можно так понять. Посадил ты деревья, они прорастают три года. Три года ты не кушаешь. Четвертый год собрал. Они уже дали урожай хороший на четвертый год. И ты берешь этот урожай, везешь его в Иерусалим. И на четвертый год ты прославляешь Всевышнего, что ты в Иерусалиме. Так посмотрите, как интересно, да, получается, что Всевышний нам дал такое здесь понимание. Вот начинается новый этап. Но ты должен три года подождать. А на четвертый год все уже проросло. На четвертый год все проросло. И ты весь четвертый год празднуешь, прославляешь Всевышнего. А можно три года, можно мучиться, мучиться, мучиться. Как же так? Как же так? Нельзя кушать, нет урожая. Потом четвертый год просто опять съесть этот урожай. Но дальше посмотрите. А пятый год. Убашана Ахамишит. На пятый год. Тохлу Этперио. Леусиф Лахем Твоато. Ани Ашем Лакехем. А в пятый год уже кушайте плоды. Все нормально, уже это обычные плоды. И тут идет добавление. Смотрите. Ани Ашем. Я Бог Всесильный Ваш. И зачем это написано? Я Бог Всесильный Ваш. Я Бог, который дает обещание о том, что соблюдение воли моей приносит благословение вашему урожаю. И верен я в исполнение обещанного мною. Все. Бог говорит. Послушайте. Вам мои законы не нравятся, может быть? Они вам непонятны? Отлично. Я вам говорю. Проверьте. Вот выполняете мои законы. Прям даю вам обещание. Я Бог Всесильный Ваш. Именно вот так оно работает. Три года жди. Вкладывай. Выращивай. Четвертый год. Прославляй Бога. Скушай с людьми. Поделись. Устраивай праздники в Иерусалиме. Не забывай праздновать. И пятый год. У тебя все. Я умножу ваши плоды. Ты получишь за эти три года. Ты получишь урожай на пятый год такой, что тебя оправдают все эти три года. Все. Так работает. Это Тора. Хочешь жить по-другому? Выбор за тобой. Бог нам дал Тору и сказал. Даю вам на выбор. Жизнь и смерть. Значит, выбери жизнь. И ты прям написал так. Выбери жизнь. Хочешь не выбирать жизнь? Пожалуйста. Да? Как один человек пошел на охоту. Идет на охоту такой. Все. Встречает второго. Начали разговаривать. Как дела? Тут говорит. Иду на охоту. Значит, иду. Надеюсь. Надеюсь. Убью медведя. Охотник такой. Да? Вот у него мечта. Убить медведя. Второй ему говорит. Ты что? Говорит. Ты вообще. Как ты вообще? Ты что? Вообще не в реальности. Тот говорит. В смысле? Он говорит. А если медведь на тебя набросится? Ты вот хочешь убить медведя. А если медведь тебя? Тот говорит. Ты знаешь. Я об этом не думал. У меня мечта убить медведя. Я хорошо подготовился. Вот у меня ружье. Значит. Тот ему говорит. Ты что? Говорит. Какое ружье? А если оно осечку даст? Не выстрелит. То что тогда? Тот говорит. Ну я не думал про это. Конечно. Про осечку. Да? Действительно может такое быть. Вряд ли. Но может. Он говорит. Ну что тогда? Тогда я. Значит. У меня нож есть. Буду с ножом. Значит. На медведя. Тот говорит. Ты что? Ты знаешь? Говорит. Нож. Нож это такое дело. Он может в ножнах застрять. И если он застрянет. Что ты будешь делать? Тот говорит. Я не думал на эту тему ни разу в жизни. Да? Что может. У меня и ружье осечку даст. И нож не выскочит. Но говорит. Действительно. Всякое в жизни бывает. Я тогда. Тогда я буду убегать. Говорит. Буду я убегать от медведя. Он говорит. Ты что? Медведь бегает 50 километров в час. Он тебя догонит? Он говорит. Ну я не думал, что он за мной побежит. Но даже если он за мной побежит. Я на дерево. Прыгну на дерево и на ветку. Он ему говорит. Ты в степи. Нет веток. Нет дерева. Что? Тот говорит. Слушай. Я не пойму. Говорит. Ты чей друг? Мой или медведи? Ты говорит. За кого в этой ситуации? Но вот такая жизнь. То есть ты можешь жить не по торе. И если есть люди, которые живут хорошо. Я слышал, что вот у меня все, которые пытаются говорить, что не надо жить по торе. Я веду с людьми беседы на эту тему. Я говорю. Живи по торе. Тут все предусмотрено. Все для человека. А он мне говорит. Нет. Есть же люди счастливые, которые живут не по торе. Причем мне часто это даже религиозные люди говорят. Я говорю. Я за свою жизнь. Мне уже почти 50 лет. Не видел ни одного счастливого человека. Полностью счастливого. Который был бы счастливый, успешный. Который жил бы не по торе. Не видел. Таких людей просто нет. Это мое глубокое убеждение. Потому что я встречаюсь с многими людьми. И знаю их жизнь. Те, кто живут не по торе. Они обязательно где-то ошибаются. Нарушают духовные законы. Нарушают законы Всевышнего. И у них обязательно жизнь рушится в каком-то аспекте. Так оно работает. Это моя вера. Даже не то, что вера. Я это видел. Теперь те, кто живут по торе. Они делают кардинальный выбор. Жить по торе. Но они при этом могут не знать 99,9% того, как надо жить по торе. И у них поэтому случаются различные ошибки, которые Всевышний им показывает их ошибки. Если они их исправляют, у них тут же все исправляется. Если они не исправляют ошибки, Всевышний дальше им показывает, что если ты уже живешь по торе, так живи по торе. Живи правильно. Дальше смотрите. Дальше нам идут очень полезные сегодня советы. Прям запишите их. Вот что значит жить по торе. Значит, сказал Всевышний, не кушайте на крови и не танахашу вело теонену. Не гадайте и не исчисляйте времен. Значит, то, что не кушайте на крови, есть множество объяснений. Самые простые из них мы уже учили. Что в крови душа ни в коем случае не пейте кровь, не ешьте мясо с кровью, не кошерных животных. Потому что в крови передается вот это программное обеспечение, которое переходит через кровь. Оно переходит к человеку и потом в его душе, в его крови создает страшные ему проблемы. Поэтому не кушайте вообще с кровью, евреи. При этом представьте, какой бред, как работает пропаганда и идеология, что евреи всегда обвиняли, что они в мацу добавляют кровь. Прямым текстом в торе везде написано с кровью, вообще нельзя к ней прикасаться и никак с ней взаимодействовать. Но кого это волнует? Пропаганда, идеология, она так работала. Работала и работает. Теперь, лотте нахашуй не гадайте и не исчисляйте времен. Значит, здесь написано, что, вот прям устная тора, комментарий Раша, который написал тысячи лет назад. Не гадайте по приметам. Значит, гадали по крику ласти, по щебету птиц, хлеб у него выпал и так далее, олень перебежал дорогу. Всевышний нам говорит, не гадайте. Почему? Не объяснено почему, но мы можем догадаться. Догадаться почему? Чисто догадаться. Потому что то, во что человек верит, то с ним и происходит. То, что он верит, что какая-то плохая примета, это можно, это нельзя. Молитесь и действуйте. Советуйтесь с раввинами, действуйте по торе. Верьте в Бога. Мы уже учили, что нет места отчаянию. Вера в Бога сильнее, чем все. Если ты веришь в Бога, ты обращаешься прям сразу к царю царей. Зачем нужна, нужна тогда тебе какие-то вещи? Значит, по астрологии, кошерная ли астрология? Астрология, которая предсказывает человеку то, что с ним будет, не кошерна. Здесь говорится, не гадайте на будущее. Астрология, которая говорит, что знать и зодиака влияют на рождение человека, на то, что Бог через звезды управляет миром. Это факт. Но тот астролог, который, или даже тут не астролог, да, человек, который идет к астрологу и получает от него негативную информацию о том, что будет, то он своей верой в то, что так будет, он может усугубить очень сильно свою ситуацию. То есть не гадайте. Бог нам дает конкретный совет. Стройте свою жизнь правильно. Как говорил Стивен Кови, будьте проактивны. Проактивны. Стройте свою жизнь. Ставьте цели. Выстраивайте себе правильную систему поведения. Соблюдайте шаббат. Молитесь Богу. Это самая большая сила, которая влияет на мир. Но если вы вместо этого идете к какому-то астрологу. А что мне делать? А как мне быть? А завтра удачный день? Неудачный. А мне каким-то... Так делать нельзя. Прямым текстом написано. Дальше. Дальше не закругляйте углов и не повреди края твоей бороды. Это заповедь, которую нельзя брить вот здесь виски. Вот так нельзя бриться, как знаете, вот тут на лысо сбривать, чтобы у меня круглый такой был. Знаете, как делают? Круглая такая. Обычно этих монахов так рисовали. Круглая такая. Волосы и тут все лысо. Так нельзя делать. И нельзя сбривать бороду лезвием. Нельзя. Есть пять специальных мест, в которых нельзя касаться лезвием. Поэтому религиозные евреи бреются машинкой, которая не касается кожи. То есть они не сбривают, они срезают волосы. И получается, что они не нарушают эту заповедь. И не стригут краев. Вот эти вещи сбривать нельзя категорически. Вот тут вот. Да? Это прямо в Туре написано. Дальше. Не делайте надрезов по умершему. И надписи наколотые не делайте на себе. Я Бог. Значит, нельзя делать наколки, татуировки по Туре. И всякие надрезы раньше. Сейчас татуировки, ну, люди, как бы, знаете, мода возвращается. То есть были какие-то дикари, такие язычники, там, каннибалы, которые делали татуировки. И они, видите, не делайте надрезов на теле. Пока мы до надрезов не дошли. Хотя уже ходят по городу такие, которые уши надрезают и так их растягивают. Но я думаю, что, может быть, мода вернется, и после того, как уже зататуируют все, вот эти вот владельцы татуировочных комнат, когда они уже, знаете, все же зарабатывают маркетинг. Пришел человек, сделал одну татуировку, вторую, третью, ну, вот он уже весь протатуировался. А им же зарабатывать надо, владельцы татуировочные. Он ему говорит, слушай, сейчас мода такая, надрезы, надрезы, надрезы. И скоро дойдет до надрезов. Запрещено. Надрезы, татуировки запрещено Туре конкретно. Дальше, 29-й отрывок. Не оскверни дочери твоей, попускай ее на блуд. Альтихалель Эдбитха Лязнута Володьизне Аарец Умала Аарадзима. Значит, нельзя своих дочерей было отправлять, как на публичные дома. В наше время, я читал в новостях, периодически ловят таких родителей, таких матерей, которые отдают своих дочек. Но это уже люди, которые на самой грани такого морального разложения отдают своих детей педофилам. Это в Туре написано запрещено категорическим образом. Бог сказал, конкретно это делать нельзя, это страшно. И за ними, слава богу, угоняется полиция, Интерпол. Есть просто у Тони Робинса, он очень поддерживает фонд, который именно там возглавляет один спецназовец американский, которые прям выискивают и при возможности это запрещено делать, но они физически стараются тоже очень сильно навредить тем людям, которые воруют детей и продают их в это рабство. Поэтому это как раз мы видим, что бог это категорически запретил. И в конце, сегодня, да, последний такой совет уже, предпоследний, да. Значит, субботы мои соблюдайте. Эт шаптатай тишмыру. У мигдашай, тирау, а не ашем. Значит, субботы мои соблюдайте. И святыни мои бойтесь, да. Что имеется в виду, бойтесь. Тирау это не совсем бойтесь, это трепещите перед ними, да, трепет. То есть, есть места, святые места, в которые ты заходишь, и тебя охватывает священный трепет. И бог говорит, что вот эти места, нужно действительно их очень уважать и ценить. Есть особые места, особой духовности, на которых нужно испытывать перед ними трепет. Я бог. Он говорит, я бог. Зачем добавляется постоянно я бог? В этих неочевидных для человеческого разума законах проявляется больше всего божественное присутствие. Потому что если человек делает только то, что он логически сам для себя решил делать, то он служит не богу, а своему разуму. Но когда он делает нерациональные со своей точки зрения вещи ради Всевышнего, то он должен знать, что как раз в них и находится контакт с богом. Вот в них и проявляется вот этот контакт, когда ты выходишь из своего я, из своего рационального мышления и соединяешься со Всевышним как раз вот в таких моментах. Суббота, это полное соединение со Всевышним. Один день, неделю ты отдаешь полностью богу. И вот эти вот святые места, когда ты там испытываешь божественный трепет. Дальше еще раз идет, не обращайтесь к магам и не к романтии и не ищите, чтобы вы не сквернялись этим, я бог всесильный ваш. Вот тут добавляется не я бог, а я бог всесильный ваш. Что имеется в виду? Вы ищите все время какие-то подпорки. Зачем вы ищите подпорки у обманщиков, у каких-то вот этих вот аферистов, которые просто аферисты-аферисты. Не ищите подпорок у аферистов, я бог всесильный ваш, иди напрямую к богу, молись, выполняй заповеди. И вся сила, на которую ты надеешься, духовная сила, удача, успех, все это есть у бога. Не ищи вот эту магию, которые обманщики аферисты, которые их как бы цели это зло. Ни в коем случае не обращайтесь к этим магам, а есть бог всесильный ваш, наш всесильный бог, который один и един, и который управляет мирозданием. И дальше написано, «Мипне сэва такум, перед сединой вставай, ваадарат не заэкэн, и почитай лицо старца, ваарат амэлаэка, ани адуэной, и бойся бога, я бог». Значит, он говорит, бог говорит, смотри, я когда говорю тебе, делай это, я бог всесильный твой, это я в плюс говорю. То есть ты делай то, что я говорю, будет все хорошо. Но если ты будешь нарушать то, что я сказал, то ты тоже должен знать, что я бог всесильный твой, только бойся меня. Потому что система так работает, что электричество, оно может обогревать, электричество может освещать, электричество может убивать. И вот эта сила, которая идет от Всевышнего, если ты нарушаешь то, что прямо он сказал, что нарушать нельзя, то ты как будто бы засовываешь пальцы в розетку, и хотя бог добрый, и любящий, и его главное качество это давать, он просто подождет, и ударит током не с первого раза, а с третьего. Первый раз ударит слабо, потом ударит сильно, чтобы ты понял, что надо идти по правильному пути. Он же тебе приготовил на пятый год урожай, приготовил, только до этого три года выращивай яблоки, на четвертый год прославляй Всевышнего в Иерусалиме, а на пятый год он тебе даст урожай за все эти годы. Или ты можешь по-другому, первый год нарушь заповедь, второй год нарушь заповедь, третий год нарушь заповедь, четвертый тебе будет уже, понятно, не до праздников, как ты будешь праздновать и Бога благодарить, если ты нарушаешь. А пятый год, тогда у тебя ничего не останется. Все, всем удачи и успехов. Чтобы был Аллилу Нишама, Мойши Бен Пинхас, Кукуашвили, который, его сын помогает, помогает, он вышел на правильный путь. Я очень хорошо знаю его сына, и он действительно прошел через такие тернии, да, пока месть он не вышел на путь служения Богу, и сейчас Бог ему дает благополучие сыну, он соблюдает, дети в религиозных школах, и папа, который воспитал такого хорошего сына, который вначале сбился с пути, а потом вернулся на путь, сын теперь возвращает папе, и папу тоже поднимает. Чтобы было благополучие всем добрым, хорошим людям, любящим Бога, и чтобы Бог помогал, дал выздоровление, благополучие всем, кто выполняет его заповеди, чтобы было просто великолепно. Удачи и успехов!